Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, поговорим сейчас о 19 главе Евангелия от Луки. Эта глава начинается с рассказа о Закхее, который был в Иерихоне главным сборщиком налогов. По-нашему говоря, начальником налоговой инспекции. Он был богатым человеком, нельзя сказать, что был уважаемым, потому что, ну, во-первых, потому что никто никогда не любит платить налоги, а во-вторых, потому что налоговые инспектора были прислужниками оккупационного режима. Происходили сами из иудеев, но при этом общались с язычниками и служили римской оккупацией. Были, таким образом, коллаборационистами. И, понятное дело, что относились к ним крайне негативно, причем чаще всего мотивируя это их религиозной нечистотой. И вот Закхей, тем не менее, что-то слышал об Иисусе. Он был человеком небольшого роста, и когда узнал, что вот через этот город сейчас проходит Иисус, он не смог пробиться через толпу людей, вынужден был, не обращая внимания на насмешки, залезть на дерево для того, чтобы, наконец, Иисуса увидеть. И вот Господь, поднимая глаза к этому дереву, видит на нем Закхей и говорит, давай слезай, сегодня мне надо быть у тебя в доме. Трудно сказать, почему запомнилась эта история. Ну, кроме последних фраз, конечно же, о которых мы еще скажем. Наверное, в первую очередь потому, что здесь было много людей, которые хотели Иисуса увидеть, к нему как-то прикоснуться, встретиться, что-то от него услышать. А вместо этого он идет вот к этому Закхею. И все начинают тут же ворчать и говорить, ну, что это такое? Он зашел в дом к грешному человеку, к которому не стоило бы, не следовало бы заходить. Иногда и в других ситуациях тоже так за спиной у Иисуса какие-нибудь псевдоправедники, вроде фарисеев, шепчутся и думают, а если бы он знал, что за человек к нему прикасается, если бы он был пророк, что же он ко мне такому праведному в дом не пришел, а к этому Закхею пришел. Ну и, в общем, картинка ведь очень яркая. Мы видим человека, которому надо больше всех, которому увидеть Иисуса действительно больше всех надо. И надо позарез. Который понимает, в отличие, может быть, от большинства из нас, что вообще говоря, нормальный, в условно, в кавычках, скажем, религиозный путь к Богу для него закрыт. Его никто не пустит ни в синагогу, ни в храм. Потому что он сборщик налогов. И единственная возможность, единственный шанс, который у него есть в этой жизни, это увидеть Иисуса из Назарета. В каком-то смысле, все остальные, вся та толпа, которая в этот момент находится на улицах Иерихона под этой самой смоковницей, ну, они думают, что, ну, ладно, Иисус пройдет мимо, зато потом схожу, принесу барана, и все будет хорошо. У Закхея вариантов нет. И ему действительно встреча с Иисусом нужна позарез. Это его единственный шанс. И поэтому эта встреча происходит. На самом деле, потому что действительно наши отношения с Господом Иисусом – это вопрос жизни и смерти. И вот дальше, отвечая на обвинения отчасти, уже в доме Закхея, Господь говорит, что да, я пришел к нему, и значит, пришло спасение дома сему. Потому что этот человек тоже сыноврам, ему тоже нужен Бог. И удивительные совершенно слова заканчивают этот фрагмент. Иисус говорит, потому что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Ну, просто каждый день надо себе повторять эти слова. Во-первых, когда мы сожалеем о своих винах, ошибках и несовершенствах, важно помнить, что Иисус пришел взыскать и спасти погибшее. И во-вторых, когда мы с наслаждением обличаем, какие плохие все остальные, и какие они погибшие, тоже надо помнить, что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Он пришел не на митинг отличников боевой и политической подготовки, у которых все правильно. Он пришел к погибшим. И если ты хочешь с ним встретиться, тебе надо встать в строй погибших. Это серьезный очень поступок на самом деле, понимаете? Перемена ума, метаноя по-гречески, то, что мы привычно, и, как правило, не задумываясь над смыслом, называем словом покаяние, даже не столько русским, сколько славянским, оно заключается именно в том, что ты признаешь себя погибшим и надеешься вот на эти слова Иисуса, что он пришел взыскать и спасти погибшее, погибшее. Дальше Господь рассказывает, по-видимому, не только ученикам, но и тем, кто слушал его в доме Закхея, и, может быть, даже на улице у дома Закхея, рассказывает притчу. В моей юности бы сказали, что это совершеннейшая антисоветчина, потому что он рассказывает притчу о ближайшей истории действующих властей, недавней истории действующих властей. Все отлично знают в этой стране, как это было, когда после смерти Ирода несколько претендентов было на его престол, и главный из них отправился в Рим, и настолько был он неприятен своим соплеменникам, что они послали вслед за ним в Рим делегацию, в Сенат, говоря, что не хотим, чтобы он царствовал над нами. И римская имперская власть вынуждена была в конечном итоге дробить Иродовы владения на несколько разных административных единиц, ну и дальше уже не так все важно. Вот Иисус говорит, некоторый человек отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Ну так именно и было с вассальными царями в Римской империи. И граждане послали за ним делегацию. И, кстати, когда царь вернулся, утвержденный Августом, тем, кто посылал делегацию просить, чтобы он не царствовал, над нами пришлось очень несладко. И это была прекрасно всем известная история, и очень многие люди, заметные, по крайней мере, люди того времени, в этом конфликте так или иначе были связаны либо с той, либо с другой стороной. Это вполне актуальная политическая история, которую вдруг вспоминает Иисус и говорит своим слушателям о том, что вот он вернулся и требует отчет от тех, кто был оставлен управлять от его имени, управлять имуществом. Кому-то было дано больше, кому-то меньше. Господь рассказывает, что некоторые из призванных к ответу, первый, кому дали 10, мин серебра, другой, которому дали 5, ну, как-то вот они отчитались, что они действовали в соответствии с полученными указаниями. А последний сказал, что знать тебя не знаю и вот не хочу тоже, чтобы ты царствовал над нами и знаю, что ты человек жестокий и жнешь, где не сеял. Поэтому я ничего не стал делать. Вот тебе обратно, твое серебро, все. И Господь Иисус вкладывает в уста этого самого незадачливого царя слова, ну, если ты знал, что я вот таков, почему ты не делал, как я тебе велел? Почему ты не исполнил то, что тебе было велено? Ну, и в конечном итоге в этой притче Господь говорит, заберите у него его серебра, отдайте тому, у кого 10 мин серебра. Притча, собственно, о том, что невозможно пользоваться благами, которые дарет царь, не следуя по велениям самого царя. Потому что этот самый последний такой весь свободолюбец. Он не хотел быть подданным царя, но ты не хочешь – не будь. Но серебро принадлежит царю, да, в этой ситуации. Ты не можешь сделать вид, что царя не существует, что это вот не имеющего отнимется и то, что имеет, что это принадлежит тебе. Снова разговор о том, кому принадлежит наша жизнь. И для того, чтобы действительно у тебя была, ты должен выбрать царя. В этом все дело. Не в том, как справедливо ты оцениваешь поступки или принципы, или правила этого самого царя из притчи, а в том, ты его принимаешь как своего царя или нет. и это последний пункт, от которого дальше евангелист Лука переходит к рассказу не столько об учении Иисусу, сколько о событиях, потому что дальше он говорит, что вот после этого Иисус пошел к Иерусалиму и рассказывает о входе Господнем в Иерусалим. входя в Иерусалим ему по каким-то не вполне для нас ясно описанным причинам нужно было взять осла, и у них не было осла. И тут такая странная картинка, он посылает своих учеников в селение в Вифагию где они должны у колодца встретить мужчину с кувшином воды, при том, что мужчины не ходят за водой, а только женщины в этой культуре. И он им скажет, куда пойти, и вот еще они придут, возьмут осла, им скажут, зачем вы его берете, скажут в ответ апостолы некий пароль, условное выражение, им отдадут осла. В общем, принято думать, что за этим, ну, не то чтобы скрывается, наоборот, чуть-чуть приоткрывается нам совсем особенная группа людей, которые были связаны с Господом Иисусом личными взаимоотношениями, такая полуконспиративная, как кажется, внешне, хотя, вероятно, здесь не было никакой реальной конспирации, а дело в том, что среди разных религиозных течений Палестины того времени существовало такое течение, как Ессея, то самое, по-видимому, где воспитывался Иоанн Креститель, хотя и ныне, до самого конца мы точно не уверены, было ли в пустыне у Мертвого моря одно или два отчасти похожих друг на друга движения, Ессея и Комрониты. Многие думают, что два, многие, что одно. Важно, что у Есеев были такие подворья, представительства в городах Израиля, где они с одной стороны продавали плоды своего труда, да, наоборот, собирали сирот, потому что Есеевы занимались этим очень интенсивно, помогали нуждающимся и так далее. И вот, судя по этой истории про осла, они были знакомы с Иисусом и для них он, по крайней мере, для тех Есеев, которые были в Вифагии, он был значимым человеком, поэтому, когда ученики пришли от Иисуса и сказали, что учителю нужен осел, ему этого осла дали. И вот, Господь входит в Иерусалим как только что в притчу о царе, отправившемся в Рим, был разговор о том, что важно по-настоящему, как ты относишься к царю, принимаешь ты его таковым или нет. Иисус, приближаясь к стенам Иерусалима, дает людям, которые в этот момент здесь находятся, мы не знаем, насколько осознанно он так поступает, и не имеем права пытаться придумать, что у Иисуса в голове. Это было бы крайне неосторожно. Тем не менее, мы видим, что вот он приближается на осле, потом ученики вспомнили пророчество Захарии, радуйся тщери Иерусалима, все царь грядет к тебе кроткий, сидя на молодом осле. Но в тот момент, по-видимому, это особенно в голову никому не пришло. Тем не менее, мы видим, как люди, в основном, пришедшие из Галилея у стен Иерусалима, видят Иисуса и приветствуют его, говоря, благословен гряды во имя Господне, приветствуют его, как грядущего царя, приветствуют, надеясь, что вот теперь наступает то время, о котором обещал, которое обещал Бог. Казалось бы, можно радоваться и говорить приветственные речи, но мы видим, что Иисус, подъезжая к Иерусалиму, плачет, плачет, говоря, если бы ты хотя бы в этот день знал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от тебя, ты не узнал времени посещения твоего. Очень важно, очень важно для нас увидеть, что Иисус вовсе ни секунды не злорадствует, и более того, даже не богословствует, объясняя причинность происходящего и того, что будет происходить через 40 лет после этого при разрушении Иерусалима, как обычно это делают христиане. А Иисус плачет, плачет, потому что это его город, его народ, его страна и люди, которых сотворил Бог. И он плачет и говорит, если бы ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему. И это, конечно, чрезвычайно важный пример для нас. Заканчивается 19 глава кратким рассказом об изгнании торгующих из храма. Мне кажется, в наших разговорах о Евангелии от Луки мы уже говорили о том, что для иудеев того времени многое происходящего в храме выглядело крайне неприятным, неприличным и невозможным. И вся эта бесконечная коммерция понятное дело оскорбляла их в лучших чувствах. Но они полагали, что когда придет Мессия, вот он будет наводить здесь порядок. И делая это, изгоняя торгующих из храма, Иисус для всех, кто становится свидетелем этого события, недвусмысленным образом заявляет «Я царь Израилев, я царь Израилев, я пришел привести народ Божий к подлинному почитанию Бога». Собственно, вот уже все точки над «и» расставлены, и дальше необходимо окружающим определить свое отношение к этому. Собственно, Продолжение следует...